Почти 160 миллионов рублей выделят на популяризацию науки в России в 2022 году. Поддержка будет оказана в рамках госпрограммы научно-технологическое развитие Российской Федерации. В последующие два года планируется выделять такую же сумму. На проведение фундаментальных исследований направят уже более 160 миллиардов рублей. Причем эта сумма далее будет расти. На прикладную науку направят 27 миллиардов рублей. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Наша программа сегодня посвящена науке. Тем более, что поводов для этой темы достаточно. Итак, сегодня расскажем. Как-то в подкорке эта мысль пришла в голову. Я подумал, что ее можно развить до уже полноценной головоломки и дополнительной реальности. Успеть за 20 часов. Как студенты КФУ создали необычный проект по арт-терапии. Создание бутлеровских классов, чтобы была подготовка, начиная с 8 класса. Химические классы и новые проекты. Что вошло в программу «Приоритет 2030» и в каком направлении движется химический институт КФУ. Он сделал очень много для того, чтобы в Казани появилась достойная школа физиков. Ученик, который превзошел учителя. Чем удивлял Семен Альтшулер своих коллег и последователей. Студенты, выпускники сегодня проходят военную службу не просто в вооруженных силах, простее, но и специальных технопарках. Отдать долг Родине. Какие проекты совместно реализуют КФУ и Министерство обороны страны? Столетие академической науки и 30-летие Академии науки республики отметили на этой неделе в Татарстане. По этому случаю с представителями научной общественности, ректорами вузов и научных центров встретился президент Татарстана Рустам Миниханов. Среди них и ректор Казанского федерального университета, председатель Республиканского совета ректоров вузов Ильшат Гафоров. Как отметил Рустам Миниханов, символично, что юбилейные мероприятия проходят в год науки и технологий в России, а также в год родных языков и народного единства в Татарстане. В республике сейчас действуют десятки именитых вузов и ряд институтов Российской Академии наук. Для татарстанской науки создание Академии наук было историческим событием. В 1991 году страна переживала кризис перестройки. Было важно сохранить научный потенциал республики – научные школы. Президент Татарстана напомнил, что в республике принят комплекс законодательных и организационных мер по поддержке научно-образовательной сферы. Создана развитая инфраструктура для научно-инновационной деятельности. Немалый вклад в развитие и становление науки вносят и молодые ученые Казанского федерального университета. О них мы еще расскажем далее. Отрадно, что и студенты КФУ становятся поводом для гордости, причем не только в самом университете. Например, имена магистрантов Института информационных технологий и интеллектуальных систем прозвучали на международном форуме «Казан Digital Week». Ребята стали победителями хакатона «Цифровая арт-терапия». Проект, рассчитанный на детей от 3 до 8 лет, занял первое место и получил приз в размере 150 тысяч рублей. Это не просто игра. Это обучающий материал, который уже сейчас можно внедрять. А ведь он был разработан в течение нескольких часов. Причем использованы не только технические разработки, но и научные. Так, цвета для арт-терапии подобраны на основе трудов швейцарского художника и педагога Итана Иоганнеса. Как за 20 часов можно создать дополненную реальность и как в Институте информационных технологий и интеллектуальных систем выстроена работа со студентами, выясняла Луиза Сагитова. Я сейчас играю синим цветом, вижу перед собой желтую лужу и зеленую арку. Это самый простой уровень. Я должен пройти, являясь синим цветом, через желтую лужу, чтобы покраситься в зеленый цвет. Быть самому частью игры, смешивать цвета без красок и решать головоломки всем телом. Эти фантастические возможности открывает игра приложения Color Effect. Для ее запуска нужен лишь телефон и 9 свободных квадратных метров. Интеллектуальную систему изотерапии студенты-магистранты ИТИС разработали в рамках хакатона «Цифровая арт-терапия». Я играл, наверное, пару лет назад в игрушку на телефоне, где как раз-таки надо было быстро отгадывать, какой цвет получится при смешении цветов. У меня как-то в подкорке эта мысль пришла в голову. Я подумал, что ее можно развить до уже полноценной головоломки и дополнительной реальности. Игра создана с использованием технологий дополненной реальности. Она помогает детям от трех лет и старше, а именно для них создана игра, лучше усваивать информацию. Смешение цветов знакомит дошкольников с окружающим миром, развивает наблюдательность. Кроме этого, так как тело участвует в игре, дети хорошо видят причину следственной связи, к чему приводит то или иное их действие. Самое сложное как раз синхронизировать человека с игрой, потому что датчики, у них, как мы знаем, есть погрешность, которая как раз очень сильно влияет на игровой процесс. Над игрой корпела команда из четырех человек. На проработку, идеи и создание приложения у них ушло 20 часов. На основе идеи, которую Данил рассказывал, всю эту логику мы расписали, и потом уже начали строить под нее алгоритм и программировать сам код игры. Самое сложное как раз заключается в том, чтобы успеть за короткий срок сделать что-то реально рабочее. Идею и воплощение проекта оценили эксперты Хакатона «Цифровая арт-терапия». Игра получила первое место среди разработок с использованием технологий дополненной реальности. Помимо денежного приза, команда IT смогла презентовать свое приложение на Казан Digital Week и выступить перед инвесторами. Одним из заданий Хакатона было составить бизнес-план. Мы составили, делим на два направления B2C, то есть для конечного клиента, для конечного ребенка. И B2B. Это, например, там есть два сегмента. Один сегмент – это ивент-агентство, которое проводит различные мероприятия, например, игровой направленности. И различные организации, которые занимаются терапией детей. Сейчас технологии дополненной реальности стали частью жизни человека. Ее использование не останавливается только на масках в соцсетях и играх. Дополнительная информация востребована на рынке недвижимости в военной сфере и в промышленности. Я думаю, что самое яркое применение – это на заводах, где существует уже конвейерное производство. И оно оснащено дополненной реальностью, когда рабочие инженеры и другие специалисты могут получать информацию о объектах, с которыми они работают. Технологии дополненной реальности – один из элективных курсов, который студенты изучают в ИТИС по желанию. В институте знания, полученные на курсах по выбору и во время проектной работы, занимают половину образовательного процесса. Каждый год мы запрашиваем какие-то тренды на новые курсы, которые мы внедряем в качестве элективов. Образовательные программы выстроены так, что наш студент с первого курса понимает, что он будущий сотрудник IT-сферы, на той или иной профессии. И мы делаем программу так, чтобы он к концу своего второго курса мог стабильно пытаться проходить собеседование на позицию джуниор-разработчика. Снабдить Татарстан квалифицированными кадрами помогает и подбор преподавателей в ИТИС. Около 80% педагогов приглашены. Среди них ученые других вузов и представители компании работодателей. Это позволяет студентам после выпуска сразу приступить к работе, говорит Михаил Абрамский. У нас есть грантовая программа, по которой лучших контрактников поддерживает Министерство сферы развития Татарстана. И студенты, которые учились по грантовой программе, должны после окончания отработать любой компании Татарстана по специальности. И получается, что так республика помогает компаниям получать кадры, которые в наших стенах подготовлены. В среднем ежегодно грант на бесплатное обучение получают 180 из 1200 студентов ИТИС. Условия стимулируют к постоянному развитию. Ежегодно идет проверка среднего балла успеваемости контрактников. Не останавливается на месте и команда, выигравшая хакатон. Разработчики планируют усовершенствовать свое приложение, сделать из него комбинированную игру, в которую будут собраны все направления арт-терапии. Луиза Сагитова, Булат Садыков, Хафиз Гараев. КФУ. Итоги недели. Казанский федеральный университет вошел в список вузов участников программы «Приоритет-2030». В программу на первом этапе защиты вошли 106 университетов из 49 городов России. Второй этап состоялся сегодня. КФУ принял в нем участие. Результаты станут известны чуть позже. В ходе презентации ректор КФУ Ильшат Гафуров пояснил, что ВУЗ ставит перед собой цель содействовать трансформации региона. Задача – повысить его конкурентоспособность на глобальном уровне через генерацию системообразующих проектов новой экономики. Отбор в программу осуществляет Комиссия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Участники проекта получают базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. О том, какие исследования казанских химиков войдут в концепцию приоритета 20-30 от КФУ, а также о главных задачах Химического института имени Александра Путлерова, стартовавшем учебном году, мы сегодня поговорим с директором института Иваном Стойковым. Здравствуйте, Иван Иванович! Добрый день! Первый вопрос. Хотелось бы узнать, с какими проектами Химический институт готовится принять участие в программе «Приоритет-2030»? Химический институт имени Бутлерова планирует участвовать в двух стратегических проектах. Такой базовый проект, в котором интегрируется институт физики и химический институт. Он получил название «Цифровая геномика материалов», и он направлен на создание, не побоюсь этого слова, центра мирового уровня по дизайну получения материалов, как цифровой вариант, так и технологический вариант. И второе направление – это «Российский энергетический переход». Стратегический проект получил вот такое название, и в нем Химический институт участвует в области водородной энергетики. Катализаторы для получения водорода, вещества, с помощью которых можно транспортировать водород. Ну и, конечно, важно, что исследования посвящены также топливным элементам, то есть, так скажем, водородной энергетикой будущего. А сейчас в институте на данный момент какие, может быть, есть интересные исследования или, может быть, появились новые лаборатории? Это очень замечательный вопрос. Если позволить, я расскажу предысторию. В институте, фактически год назад, когда меня назначили директором, была собрана молодежь Химического института, и был мозговой штурм. И одна из интересных идей, которая прозвучала тогда, это начать направление по созданию роботов в химии. Ну, имеется в виду, что сейчас для того, чтобы заниматься, так скажем, небезопасными химическими экспериментами, можно использовать робототехнику. И вот такой прогноз, что чем дальше, то есть, для интенсификации труда, для достижения новых результатов, необходим искусственный интеллект и использование робототехники. Буквально 20 сентября был одобрен проект «Интеллектуальная химическая робототехника». Сейчас на базе Казанского федерального университета создается молодежная научно-исследовательская лаборатория под руководством старшего научно-сотрудника, доцента Маджидова Тимура Исмагиловича. А как у нас прошла приемная кампания в Химическом институте? Были ли какие-то изменения? У нас было повышение количества приема студентов на 50%. Стоит отметить, что за последние 10 лет общее количество студентов на Химическом институте увеличилось в 2 раза. А качество не страдает студентов от этого? Это очень хороший вопрос. И вот мы на ученом совете анализировали эту ситуацию. Это очень хорошо видно по средним баллам ЕГЭ. И за последние 5 лет он у нас держится на достаточно высоком уровне. Ну, например, специалисты у нас 86, средний балл, бакалавры 83. То есть это достаточно высокий средний балл, так скажем, по стране и в регионе. Наверное, надо отметить, что бюджетных мест было у нас 235. 235. Мы набрали всего 262 человека, из которых, наверное, все-таки стоит отметить, что 10 – это целевые иностранцы. Также в плане приема абитуриента, в плане приема на первый курс обозначилась проблема, что по-прежнему мы понимаем, что Московский регион, Санкт-Петербург выкачивает талантливых студентов. И в связи с этим возникла очень интересная идея, так как у нас мы в этом году отмечаем 160-летие теории Бутлерова. И я всех приглашаю посмотреть на канале «Культура», посвященный этому фильм. Также у нас 193 года Бутлерову мы отметили в этом году. И мы вспоминаем, что Бутлеров, он до того, как защитил свою кандидатскую фактически, он всегда колебался между биологией, ну, пчеловед он был известный, да, и химией. И вот сегодня это особенно актуально, потому что в школе химбиоклассы – это действительно вот такая стыковка. И очень интересный вариант, который мы предлагаем – это создание бутлеровских классов, чтобы была подготовка, начиная с 8 класса, школьников, именно специализация по биологии, по химию, которую проводили преподаватели Казанского федерального университета. Большое спасибо за интересную и, самое главное, содержательную беседу. Большое спасибо. В КФУ отметили 110-летие со дня рождения академика Семена Альтшуллера. Это основатель Казанской научной школы магнитной радиоспектроскопии. Выпускник физического факультета Казанского университета спустя годы прославил родной вуз своими открытиями и исследованиями. Семен Альтшуллер работал с выдающимися учеными того времени. Игорем Таммом, Евгением Завойским. Именно с Завойским Альтшуллер тесно сотрудничал в его поисках ядерного магнитного резонанса и электронного промагнитного резонанса. Работа в этом направлении и привела в 1952 году к предсказанию нового явления – акустического промагнитного резонанса. Альтшуллер продолжал работать над резонансными явлениями в Казанском университете до конца своей жизни. Создал в Казани мощный центр радиоспектроскопических исследований. Подготовил 10 докторов и множество кандидатов наук. О наследии великого физика расскажет Илья Андреев. В отличие от химии, от математики, где в Казанском университете еще до революции сложились всемирно известные научные школы, в физике такая школа появилась в советское время. Семен Александрович Альтшуллер – символ первой научной школы физиков Казанского университета. Родился Семен Альтшуллер в Витебске. В 1932 окончил физико-математический факультет Казанского университета. Семен Александрович любит вспоминать, что, несмотря на то, что он был очень уверенным в себе студентом, то есть прекрасно подготовленным, поступать в университет было непросто. То есть экзамен по математике он сдавал два с половиной часа, а придя на литературу, при том, что он был очень уверен в себе, а придя на литературу, он был не очень хорошо подготовлен, но при этом увел преподавателя в то, что он знает. И когда он уже начал читать стихи, ему поставили отличную оценку. После окончания Семен Альтшуллер поступил в аспирантуру физического института Академии наук СССР. В 1935-м вернулся в Казанский университет. В первые дни войны вступил в добровольцем в ряды Красной армии, где служил в противотанковой артиллерии. В 1941 году он, несмотря на то, что он был, имел успехи в научном деле, у него была семья, маленькая дочка, он отправился на фронт, хотя у него была бронь, чтобы не участвовать в боевых действиях. Но он не мог переступить через себя, остаться в тылу и отправился защищать свою родину. День Победы встретил с званием майора. После демобилизации в 1946 году Альтшуллер вернулся в Казанский университет, где работал с 1955-го в должности профессора, а впоследствии заведующего кафедрой радиоспектроскопии и квантовой электроники. Ему удалось создать в Казани мощный центр радиоспектроскопических исследований. Он более 50 лет проработал в Казанском университете и основал, можно сказать, здесь школу магнитной радиоспектроскопии. После открытия в 1944 году Евгением Константиновичем Завойским электронного парамагнитного резонанса, именно Семен Александрович Альтшуллер, как его друг и ближайший соратник, продолжил его дело именно в Казанском университете. Самым главным и выдающимся открытием Семена Александровича Альтшуллера было открытие акустического парамагнитного резонанса. Результат принес Семену Александровичу широкую известность и лег в основу нового направления – квантовой акустики. Я узнал, что он первым рассмотрел вот это вот звуковое поле, как динамическое, энергию которого мы можем поглощать, чтобы рассматривать все спектры, на чем основывается акустический парамагнитный резонанс. За годы работы лаборатории под руководством Семена Александровича Альтшуллера его сотрудниками было изучено более 400 различных кристаллов, опубликовано порядка 500 статей, сделано около 150 докладов на всесоюзных и международных конференциях. Дело в том, что его значение для физфака, ну сейчас это институт физики, и для всего Казанского университета, трудно просто переоценить. Можно недооценить, а переоценить невозможно. Он сделал очень много для того, чтобы в Казани появилась достойная школа физиков. Ценность научной школы Альтшуллера прежде всего в том, что ее участники развивают заложенные в научной школе идеи. Большинство кафедр и лабораторий, так или иначе связанных с идеями научной школы, возглавляются преемниками Семена Александровича Альтшуллера. И вот Семен Александрович Альтшуллер степ-бай-степ начал организовывать школу. И какие результаты? Только официально его учеников 49 кандидатов наук и около 15 докторов наук. Академик Российской Академии Наук, профессор-доктор физико-математических наук Камиль Валеев вспоминает следующее. В университете у нас была маленькая аспирантская комната под лестницей, ведущая в актовый зал. Мы называли ее берлогой. Часов в 5-6 нам приходил наш учитель Альтшуллер. Мы его очень ждали. После обсуждения теоретических проблем мы шли гулять. Физики сейчас в Казанском университете – это большой отряд ученых. Тут много докторов наук, кандидатов науки разных направлений. Семен Альтшуллер создал при Казанском университете площадку для обсуждения научных проблем. С 1947 по 1983 года он был руководителем философского семинара физика в Казани. Это были еженедельные семинары физиков города Казани, на которых выступали не только физики КГУ и других высших учебных заведений Казани, но и ученые из других регионов страны и даже зарубежные исследователи. 24 сентября в Казанском университете прошел ряд мероприятий, приуроченных к 10-летию выдающегося физика. Возложение цветов к могиле ученого, открытие учебно-научной лаборатории мезофизики. Все, лаборатория открыта. Здесь планируется проводить синтез различных наноструктур. Влиять на размер мы будем с помощью автоклавов. У нас здесь представлены два автоклава, один микроволновый, один в сети стоит штабиклассический автоклав, электронные весы для отмытия. Вот здесь у нас две центрифуги. Мы просто фактически те же самые соединения, но в такой ограниченной геометрии получаем и смотрим, какие новые физические свойства. Торжественное открытие заседания ученого совета Института физики, конкурс эссе и презентации студентов. В предактовом зале Музея истории Казанского университета состоялось открытие выставки «Война и мир» Семена Альшулера. Первый проект выставки создавали студенты Казанского университета, Института международных отношений. Они в рамках музейной практики создавали этикетки, писали тексты, экскурсии, работали в научной библиотеке Лобачевского. В Институте международных отношений КФУ развивается научное сообщество. И когда студенты ИМО узнали, что Семен Альшулер был успешным студентом, активистом, работал в студенческом правкоме, а главное, участвовал в научных кружках, это покорило студентов и стало ключевым моментом. Они решили создать целую выставку, посвященную ему. «То, что мы сейчас видим, это огромная работа, в том числе и студентов, которые предложили, например, использовать работы Марка Шагала, потому что они вместе с Семеном Александровичем родились в одном городе Витебске». На выставке представлены фотографии, документы, рукописи и научные работы из личного архива Семена Александровича Альшулера. В том числе военного времени, акустический промагнитный резонатор, созданный по теории ученого и личные вещи, среди которых дипломы об образовании, наградные документы, авторские свидетельства об открытиях. Благодаря научной школе Семена Александровича Альшулера отмечается ее влияние на систему физического образования в Казанском университете. Были созданы спецкурсы, открыты новые специализации, созданы новые кафедры, открыты новые научные лаборатории, созданы научно-образовательные комплексы. «Если говорить о Казанской физической школе, то она вышла за рамки университета. Теперь у нас большой физико-технический институт Казанского филиала Академии наук, где трудятся сотни воспитанников университета. Это тоже все входит в понятие Казанской физической школы, которая получила, можно смело сказать, всемирную известность». Илья Андреев, Кафис Гараев, КФУ, итоги недели. Кто стал обладателем молодежной премии имени Завойского, расскажем далее. Также в программе. «Студенты, выпускники сегодня проходят военную службу не просто в вооруженных силах, простее, но и специальных технопарках». «Отдать долг Родине». Какие проекты совместно реализуют КФУ и Министерство обороны страны? «Это конспекты лекции отечественного врача, ученого, хирурга, китера». Лекции, ставшие легендой, чьи лекционные труды хранятся в Казанском университете. В Москве прошел профессорский форум, на котором чествовали научную элиту России. Были награждены представители ведущих вузов страны, в том числе и Казанского федерального университета. Так, лауреатом общенациональной премии профессор года 2021 в области физико-математических наук стал заведующий кафедрой теории, функций и приближений Института математики и механики Казанского федерального университета Фарид Авхадеев. Казанский ученый проводит научные исследования в области комплексного анализа и математической физики. Также он является главным редактором журнала «Известия» высших учебных заведений математика, издаваемого КФУ и его английской версией, индексируемой в Scopus и Web of Science. О других новостях университета и республики в нашем дайджесте. В Казанском федеральном университете прошло заседание ученого совета. Его провел ректор Ильшат Гафоров. Члены совета утвердили 15 претендентов на разные должности. Были рассмотрены 9 кандидатур на присвоение ученого звания. Вопросы структурных изменений в институтах. Одним из главных решений в этот день стало утверждение положения о гимне КФУ. В завершении Ильшат Гафоров рассказал о пяти стратегических направлениях университета в рамках программы «Приоритет 2030». Мы занимаем, наверное, лидирующие позиции среди всех совокупностей взятых вузов. По международным рейтингам в предметных областях мы с вами отработали, значит, и присутствуем в 26 предметных и отраслевых рейтингах. Лицей КФУ вошли в топ-50 школ по конкурентоспособности выпускников. Рейтинг опубликовало агентство «Райекс. Аналитика». В него попали образовательные учреждения, чьи ученики наиболее успешно поступают в лучшие вузы России. В их числе два лицея КФУ. Айти-лицей занял 42-ю позицию. Лицей имени Лобачевского расположился на 46-й строчке. Развивать в молодежи чувство гражданственности и патриотизма – важнейшие духовно-нравственные и социальные ценности. Такую задачу поставил ректор Ильшат Гафоров после лекции в университете заместителя командующего войсками Центрального военного округа. Генерала-майора Рустама Минникаева. Он рассказал студентам о перспективах развития вооруженных сил России. Сейчас КФУ и Минобороны страны реализуют несколько проектов. Среди них – разработка специальной робототехники и беспилотной техники. Мы сейчас начинаем работу с молодежью. Те, которые действительно учат федеральных университетов, они займут, конечно, государственные должности. И надо, чтобы они представляли, что такое вообще вооруженные силы. И понимали ее задачи и роль. Также наши студенты, выпускники сегодня проходят военную службу не просто в вооруженных силах России, но и в специальных технопарках ТПР под Анапой, где они продолжают исследования, начатые в стенах Казанского университета. Проекты в цифровом здравоохранении. Об этом шла речь во время встречи Ильшата Гафурова с генеральным директором компании «Каскай» Романом Новицким. Разговор прошел в онлайн-формате. По его итогам ректор университета поручил разработать дорожную карту взаимодействия. Так, например, принято решение развивать сотрудничество в части разработки КФУ систем искусственного интеллекта для медицины. В Казанском федеральном университете началось обновление сковородки. Это площадка напротив главного здания университета. Здесь меняются скамейки и планируется обновить гранитное покрытие. По поручению ректора начаты работы по ремонту скамеек. Так как они были в изношенном состоянии, вы можете посмотреть даже по скамеек, которые находятся с нами рядом. Уже работа длится примерно неделю. Ну, еще через неделю, я думаю, мы закончим. Это касаемо только сами скамеек. Также еще необходимо проводить работы по ремонту гранитных покрытия. Ну, так как уже погода холодная, скорее всего, данную работу будем производить на следующий год. Для того, чтобы студенты могли спокойно проводить время. В России отметили День интернета. В 1998 году одна московская IT-фирма предложила назначить 30 сентября Днем интернета, а заодно провести перепись населения русскоязычной мировой паутины. Тогда это было лишь около миллиона россиян. Именно столько людей имели доступ к глобальной сети. Сейчас интернетом в стране пользуется практически каждый человек. В социальных сетях зарегистрировано 68% населения. Время присутствия в интернете также увеличилось. В среднем россияне в сети находятся по 7-8 часов в день. При этом в соцсетях проводят по 2,5 часа. С тем, какие новости на этой неделе волновали татаростанцев, поделится в своей авторской рубрике мой коллега Леонид Толчинский. И вновь с вами «Смотрите сами». Продолжая тему, хочу напомнить, что интернет, хоть и самое молодое приобретение человечества, но в силу своей значимости уже имеет в разных вариациях массу собственных праздников. Так, например, Всемирный день интернета приходится на 4 апреля. А вот Рунет избрал датой своего чествования 30 сентября. Столь высокое внимание к инету даже объяснять не нужно. Сегодня жизнь без интернета не в состоянии описать даже смелый фантаст. Интернет давно не только в нашем компьютере. Он во всем. Малейший сбой в этой гиперсистеме грозит человечеству глобальной катастрофой. Вот такой значимый у нас именинник. В канун даты многие агентства публикуют всевозможные исследования того, как глубоко проник интернет в жизнь рядового россиянина. Например, сколь сильно он повлиял на медиапотребление. Яндекс впервые выкатил аналитику по такому интернет-явлению, как подкастинг. А исследовательский центр компании Deloitte в СНГ замахнулся в целом на медиапотребление россиян в 2021 году. Вот некоторые их выводы. 89% респондентов используют интернет для решения рабочих задач, а 80% имеют опыт записи в медицинские учреждения, а также получения медицинской помощи в режиме онлайн. Меры по сдерживанию пандемии COVID-19 стали дополнительным стимулом повышения активности использования интернета. В связи с этим, для детализации результатов, начиная с прошлого года, компания и исследователь разделила категорию использования интернета на поисковую информацию в социальной сети и потребление медиаконтента в интернете. В 2021 году социальные сети используют, по мнению компании, 90% респондентов, что как бы на один пункт выше доли россиян, которые смотрят телевизор. В целом, общение в социальных сетях – одна из наиболее распространенных целей использования интернета. Ввиду популярности социальных сетей, а также роста доступности мобильного интернета, пользователи выбирают смартфон в качестве наиболее предпочтительного устройства для выхода в интернет. В 2021 году мобильный интернет использовали 53% респондентов, при этом в 2017 данный показатель составлял всего 31%. Социальные сети, ранее выполнявшие в обществе исключительно коммуникативную функцию, все чаще становятся для пользователей источниками новостной информации. Вот надежной ли? Но этот вопрос зависает в воздухе. А исследователи продолжают. Так каждый четвертый россиянин в большей степени доверяет именно тем средствам массовой информации, которые представлены в социальных сетях. Среди молодежи данная тенденция прослеживается еще более отчетливо. Однако ключевым новостным источником, как и годом ранее, остаются официальные новостные сайты в интернете. Отдельно в рамках данного исследования анализировалась и стратегия потребления россиянами платного медиа-контента в интернете. Так, 51% респондентов пользовались платными подписками, большинство из которых подписки на онлайн-кинотеатры. Здесь бы остановился особо. Именно киносервисы из всех медиа-составляющих современного рынка, на мой взгляд, лучше всех использовали преимущество пандемийного времени. Здесь и самый большой рост, и самые яркие перспективы. Впрочем, об этом исследователи уже не говорят. А вот нам есть о чем продолжить наш небольшой разговор. Я вот все думаю, кому и зачем нужны все эти рейтинги и исследования в условиях, когда интернет переживает некий исторический перелом в своей истории. Смотрите сами. Вот только несколько из множества тревожных сигналов. Во-первых, мы сейчас наблюдаем за онлайн-миграцией границ некогда глобальной и самой демократической среды. То, что у Китая своя экосистема интернета, давно известно. Но вот чем отличаются ежедневные сводки о признании тех или иных игроков интернета иноагентами от того, что сотворил германский офис YouTube с немецкими версиями Russia Today? Да ничем. И тут даже дело не только в политических аспектах. Идет естественный, но малопредсказуемый для будущего процесс балканизации интернета, развала и раздела глобального на воюющие друг с другом такие косвы и Сербии. Вопрос кибербезопасности вынуждает национальное правительство вводить свои ограничительные оригинальные решения на функционирование сети. И даже все эти медиарейтинги и показатели спасения бумажного контента через вот его цифровое пространство кому нужны, кроме самих редакторов, владельцев медиа, которые по факту давно не управляют своими ресурсами? Ну, иногда удается этими данными еще и обольстить неумного рекламодателя. Редакционной политикой заправляют интернет-алгоритмы, создаваемые исключительно по тем лекалам, как видят мир программисты и их боссы. К чему все это приведет? Пока мир повелся на уловки обсуждать и вложиться немерено в зеленую экономику, самое время бы перебросить все силы на проблемы зеленого интернета. Ибо если там повсеместно включатся красные стоп-огни, человечество может оказаться на пороге страшной катастрофы. Но заметьте, что в мире нет ни одного исследования, анализа прогноза, где и каким будет интернет, например, через 10 лет. И вот здесь уже самое что ни на есть наша тема. Именно вузы наука породили когда-то интернет. И никакой самый гипербольшой бизнес никогда не сможет в силу своих бизнес-интересов объективно спрогнозировать его будущее и подстроить свои действия под зеленые движения всемирной паутины. Ученые создали интернет в вузах и оказались в стороне сегодня, когда их детище может пойти по пути разрушения мира. Мне кажется, что настает момент, когда именно ученые и должны, и только они способны спроектировать единственно верные траектории развития интернета. Вернуться к его судьбе, а значит и к судьбе человечества. А не смиренно наблюдать, как с этим экспериментируют политики и бизнесмены от IT-индустрии. Такие непраздничные мысли в праздник интернета. Всем доброго! В Казанском федеральном университете состоялась церемония награждения победителей и призеров премии имени Евгения Завойского среди молодых ученых. Победителем конкурса стал главный инженер проекта научно-исследовательской лаборатории магнитной радиоспектроскопии и квантовой электроники имени Семена Альтшулера Института физики КФУ Максим Пудовкин. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Во-первых, поздравляю с такой значимой для молодого ученого наградой. Спасибо большое. Во-вторых, какие эмоции испытали? Ну, это прежде всего большая честь и большая гордость, в самом деле, среди коллег. И так как факультет институт физики в честь Евгения Завойского, его имя постоянно с нами, связано с наукой, то это были очень сильные эмоции. Понятно. Расскажите мне и зрителям в такой более популярной форме о вашем исследовании. Мое исследование звучит так. Люминесцентные температурные сенсоры на основе наночастиц Лантанфтор-3 синтез характеризации радиоспектроскопии. А, ну все понятно. Да, если просто, то мы синтезируем материалы, которые способны служить сенсорами в биологических клетках, либо в каких-то технологических процессах, например, в изготовлении интегральных схем. Мы делаем люминофоры, которые способны визуализировать температурные поля объектов. Если мы говорим про клетки, это очень интересная задача, связанная с локальной температурой в клетке. И если она реагирует, например, на новые лекарства, то это дает более глубокое понимание о том, как она реагирует. Если мы говорим про микросхемы, то какие-то локальные нагревы в микросхеме при ее проектировании говорят о неполадках внутри нее. И мы сможем это все выявлять и говорить уже о том, куда нужно поправить саму микросхему. Примерно так. То есть, по сути, в медицине применяется? Скорее, в фундаментальной биологии и в технологических процессах, например, в изготовлении микросхем. С медициной все сложнее, потому что все-таки необходимо большое количество исследований, а мы имеем дело с неорганическими частицами. Поэтому пока что цель — это фундаментальная биология. А будут ли в дальнейшем исследования в этой области? И какие есть перспективы? В дальнейшем уже, в частности, я и мои коллеги исследуем эту область. Перспективы, наверное, связаны с тем, что все равно пока что не решен вопрос в мировом сообществе о локализации наночастицы, например, в клетке. То есть, необходимо доставить ее конкретно какой-то органели. Что касается технологических процессов, это разработка более оптимальных композитных материалов для, например, покрытия микросхемы. То есть, подборка соответствующих лаков, подборка режимов наблюдения, чтобы максимально точно мерить температуру с высоким разрешением. Мы продолжаем эти исследования по двум направлениям, в частности, работаем с кафедрой микробиологии КФУ. И сейчас мы активно исследуем токсичность частиц и пытаемся ее уменьшить за счет того, что покрываем их разными биополимерами. А как в вашем исследовании была налажена работа с коллегами, кто был научным руководителем? Мой научный руководитель — доктор физмат-наук профессор Симашко Владимир Владимирович. Он занимается лазерами, оптикой, но у него есть большое количество действительно связей с микробиологами, с другими какими-то организациями. И мы постепенно пришли к тому, что нужно делать междисциплинарный проект такого масштаба. И дальше уже, как команда, начали встречаться, посмотреть, что мы можем сделать, и выкристалли, вызвали, так сказать, главный проект, главную идею, связанную с этим исследованием. А такой вопрос, почему вы решили заняться физикой? Ну, на самом деле, меня интересовало детство просто естественной науки. И у любой науки, биология, химия — есть просто большой физмат-аппарат в базе. Допустим, это если биофизика, многие процессы давным-давно матемизированы. И в этом отношении физика являлась наиболее привлекательной. Но, опять-таки, самое интересное не просто ее изучать, а применять этот аппарат в познавании других наук. Это биология и химия, прежде всего. Поэтому, чем я и занимаюсь, и что мне интересно. Успехов вам на этом пути, Максим, и надеемся, что и ваше имя в будущем будет вписано в историю Казанской физической школы. Спасибо большое. Казанский университет славен своими традициями и научными школами. Мы уже сегодня рассказывали о некоторых представителях и направлениях. Это и всемирно известная химическая школа, математическая, сообщество казанских ученых-физиков. Прозвучали имена Николая Лобачевского, Евгения Завойского, Семена Альтшулера, Александра Бутлерова. В Казанском университете на протяжении уже более чем двух веков преподавали одни из лучших ученых-педагогов. Их лекции становились не просто рядовыми уроками. Они превращались в настоящее искусство. В буквальном смысле. Часть лекций стали культурным и научным наследием. В этом убедился Илья Андреев. Казанский университет, основанный в 1804 году, входил в 19-е начале 20-го века в число самых престижных высших учебных заведений империи. Богатой историей университета, в стенах которого работали выдающиеся ученые, были сделаны открытия мирового значения. В отделе рукописи редких книг научной библиотеки имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета сохранились подлинные конспекты или стенограммы лекции точных наук за 19-е и 20-е века. Например, Вильгельм Андерсон. Он родился 16 октября 1880 года в Минске. В 1901 окончил полный курс 3-й Казанской гимназии, а в 1907 году математическое отделение физико-математического факультета университета. В 1936-1938 годах читал лекции по астрофизике сначала как приват-доцент, затем как доцент. Вот это как раз те самые конспекты Вильгельма Андерсона по электростатике. Нужно обратить внимание, что здесь карандашом подписано, выходит в 1906 году и удовлетворено членом комиссии в 1909 году. Здесь все, собственно, ручно написано, формулы, все прочее, первая глава. Это конспекты лекции отечественного врача, ученого, хирурга, китера, профессора Казанского императорского университета. Это, в общем-то, лекции за 1842-43 года по одному из разделов медицины, изучающего, в общем-то, способы наложения шин, повязок дисмургии. Акушер-гинеколог, основоположник русско-хирургической гинекологии Александр Людвиг Александрович Фонкитер родился 20 августа 1813 года в Латвии. Образование получил в Рижской гимназии на медицинском факультете Дербского университета, который окончил золотой медалью. Был учеником у основоположника русской военно-полевой хирургии Николая Ивановича Пирогова. Работал у него ассистентом. В 1839 году как преемник принял кафедру хирургии Дербского университета в качестве ее руководителя. В 1840 году Александр Китер переехал в Казань и был утвержден в должности один профессора. В 1848 – ординарного профессора кафедры теоретической химии Императорского Казанского университета. Профессор Китер создал хирургический кабинет, в котором имелись собрание мочевых камней пораженных почек, макропрепарат, внедрение одной кишки в другую у ребенка. Кроме хирургии занимался акушерско-гинекологической практикой. Совместно с хирургом Францем Иосифичем Илачичем выполнил удаление раковой опухоли через влагалище с благоприятным исходом. Публикация этой операции принесла авторам мировую известность. Франц Иосифич Илачич в 1834 году был избран Советом Казанского университета, ординарным профессором по кафедре оперативной хирургии. А в руках у меня конспект его лекции на латинском языке за 1843-1844 года. Илачич энергично принялся за улучшение клиники и участвовал в разработке проекта ее нового здания. В 1837 году вступил в силу устав. Медицинское отделение стало именоваться факультетом врачебных наук. Установилось пятилетнее обучение. Два раза в неделю проводились лекции по общей хирургии. Введены клинические наставления, соответствующие современным клиническим обходам и контролирование курирования больных на четвертых и пятых курсах. 1 сентября 1840 года состоялось открытие клиники медицинского факультета Казанского университета. Больница была рассчитана на 100 человек, однако госпитализировались только 60. При Франце Иосифиче также была устранена мелочная опека над студентами, отнимающая много времени. Отменены репетиции после лекции, ежемесячные испытания, приемные экзамены для окончивших гимназию, переходные экзамены для студентов, учебный год разделен на два полугодия. Студенты, не сдавшие переходных курсовых экзаменов, должны были обучаться за свой счет. Следующим наше внимание занимают конспекты лекции за 1824-1825 года профессора Казанского университета Григория Борисовича Никольского. Здесь можем обратить внимание Министерство духовных дел народного просвещения, Департамент народного просвещения Императорского Казанского университета. Все это подлинная рукопись, здесь стоят штампы, дело рукописей. В 1808 году он стал преподавателем математики в Казанском университете, и в нем пробыл 32 года, занимая разные должности. Григорий Борисович Никольский – заслуженный профессор, декан физико-математического факультета и ректор Императорского Казанского университета вперед с 1820 по 1823 года. И вот как раз перед нами стенограмма лекций профессора Казанского императорского университета Николая Николаевича Парфентьева по курсу физико-математических наук за 1936 год, вот 1 апреля 1936 года. Но нужно обратить внимание, конечно же, что кроме стенограммы здесь Николай Николаевич активно исправлял, дополнял материалы. Николай Иванович Парфентьев – русский математик и педагог. Родился 3 марта 1877 года в Казани в дворянской семье военнослужащего. В 1866 году поступил в приготовительный класс Казанской третьей классической гимназии, которую он окончил с золотой медалью. По окончании курса в гимназии поступил на математическое отделение физико-математического факультета Казанского университета. В 1903 году Парфентьев сдал магистрский экзамен. Тогда же им были прочитаны две пробные лекции. А с 1904 года зачислен в приват доцента Казанского университета по кафедре чистой математики, открыв курс лекции по теории определителей. Принимал участие в работе по организации конкурсов имени Лобачевского. В 1912 году за рецензирование работ ему была присуждена золотая медаль Лобачевского. А в 1930 году Николай Николаевич стал заведующим кафедрой механики. Читал обширные курсы теории упругости и гидромеханики. Создал новую лабораторию оптических методов. Как говорил великий русский математик Николай Лобачевский, нет области математики, какой бы абстрактной она ни была, которая однажды не смогла бы быть применена к явлениям реальной жизни. Можно сделать вывод, что все по жизни всегда пригождается. Всего вам доброго и до новых встреч. Илья Андреев, Радмир Софиуллин, КФУ, итоги недели. Легко и привольно живется науке лишь там, где она окружена полным сочувствием общества. Рассчитывать на это сочувствие наука может, если общество достаточно сближено с нею. Это писал основатель научной школы органической химии Александр Михайлович Бутлеров. Будьте во всем первооткрывателями. Поддерживайте коллег. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok